Здравствуйте, уважаемые подписчики и посетители моего канала. Я долго думала, стоит ли делать организационное видео, которое объясняло бы некоторые процессы, происходящие на данном ресурсе. По сути, этот канал что-то наподобие энциклопедии о комнатных растениях, которую давно мечтала написать, но останавливало то, что без связи и имени издавать свою книгу – это себя не любить. Нет ничего более унизительного, чем автор, который ходит по вагонам поезда или офисам и уговаривает приобрести книгу, которую он издал за свой счет. В этом смысле YouTube давал более выгодную ситуацию. Все мои знания можно было быстро монетизировать. Это позволяет развиваться и вести канал дальше. Но в середине апреля этого года YouTube посчитал, что мой формат слайд-шоу с подписями – это мошенничество и монетизацию попросту отключил. Конечно, они имели на это право. Все же это их бизнес-проект. Что считают нужным, то и делают. Но вести канал без денег стало неинтересно. Вначале я просто сделала паузу, чтобы понять, как жить дальше. Потом занялась своими делами. В итоге прошло почти полгода. Сейчас я надеюсь перезагрузить канал в надежде на новую монетизацию. Ролики будут выходить в новом формате, менее информативном. Просто текст с безотносительными картинками. Наглядности, как я сказала выше, мне YouTube отказал. Почему я не делаю видео? Чтобы привлечь внимание зрителя, визуальный ряд должен быть ярким, нарядным. Требуется приобрести хорошую камеру, штативы, иногда стадикам, выставить свет, правильно оформить студию, нанять привлекательную ведущую или даже нескольких. Все это просит достаточно высоких затрат, которые никогда не окупятся. Вы же сами видели множество каналов, где видео снято с трясущегося смартофона, где автор, запинаясь, рассказывает о том, какой чудесный цветочек он вырастет. Их судьба – 2-3 тысячи подписчиков и до миллиона просмотров. Я никого не критикую. Просто ни первый, ни второй формат мне не подходит. Да, меня многие критиковали за буквы. И вышло, что не зря критиковали. Значит, теперь будем работать по-другому. Хорошо, что у меня остались черновики. Я всегда вначале пишу сценарий, долго его обрабатываю, чищу от воды. Теперь все это можно использовать. По поводу консультации на канале. Многие подписчики и посетители часто задают мне различные вопросы о сложностях по уходу, о болезнях, о лучших сортах и тому подобном. Я с удовольствием отвечу на любой из них после включения монетизации. Если хотите ускорить получение ответа на интересующий вас вопрос, жалуйтесь в поддержку YouTube на включение монетизации на канале. Я особых иллюзий не питаю, пока выиграют все. С уважением, Лазарчук Лена.